Здесь у нас готовые изделия. Это мы приготовили к отгрузке. Буквально сегодня у нас приезжает боец. По очередной заявке он забирает 254 квадратных метра маскировочных сетей. Если говорить о маскировочных сетях в квадратных метрах, на сегодняшний день мы произвели, наверное, уже более 5000 квадратных метров. Это то, что с того момента, когда мы начали учитывать, потому что поначалу, когда мы только начали заниматься маскировкой, тогда не думали никто о том, что это будет так надолго, что это будет так объемно, так масштабно. Мы начали помогать еще летом 2022 года. Мы собирались с моими знакомыми и закупали ребятам, как нам тогда казалось необходимо, то есть это средства личной гигиены, бритвенные принадлежности, носки, влажные салфетки и отправляли бойцам. А когда объявили частичную мобилизацию, тут уже, конечно, не стоял вопрос о том, чтобы помогать или не помогать. Тут стоял вопрос о том, что как помогать больше, как помогать эффективнее, как помогать адреснее. На тот момент мне думалось о чем? Гуманитарные грузы хорошо, замечательно, но вдруг вот закончатся средства финансовые, да? А помогать же нужно, а ребята же ждут. А как мы можем помочь помимо финансов? Ну, значит, что-то производить своими руками. Вы как думаете, не стоит сюда больше коричневого добавить больше или по фотографиям оттенок с кожей? Ну, у нас там что нам нужно сделать? Камыш, да? Ребята просили камыш, поэтому, может быть, немножко такого еще природного цвета сюда добавить, такой вот соломенный, да? Процентов 70 каждых заявок это были именно маскировочные средства. Сети, индивидуальные маскировочные костюмы, тогда на тот момент это были лесного типа. К нам очень много обращалось именно спецподразделений, снайперов, разведки и так далее. О нас быстро узнали бойцы. Мы самые первые, кто в Алтайском крае начал производить маскировочные средства, то есть это было сразу в октябре 2022 года. Бойцы распространили для нас информацию и к нам стали обращаться все больше и больше. И до сих пор существует большая очередь на изготовление маскировки. Маскировка лесного типа, ну, я думаю, она всем известна. Это так называемые лешие, кикиморы и так далее, да? То есть замаскироваться в лесных зарослях, в чаще, в траве, в камышах. А маскировка городского типа, ну, это вот, да, это совершенно другое направление, которым мы занимаемся. Маскировка городского типа, это разведка, иногда это ДРГ, иногда это снайперы. Наша мастерица, она добилась такого эффекта. На расстоянии 2-3 метров среди городских руин такую маскировку не видно. Насколько я знаю, в Алтайском крае такую маскировку делаем только мы. Эта вещь используется в снайперских подразделениях, но заказали ее не снайперы, а операторы БПЛА для снайперов. Они сказали, что наши снайпера в городских развалинах, в руинах лежат совершенно неприкрытые. У кого-то на фронте есть родственники, у многих даже просто родственников нет. Но в силу того, что вот эта ситуация, то, что они всем сердцем желают помочь, внести какой-то свой вклад в сбережение своих бойцов, наших бойцов, да, укрыть их, так вот, знаете, по-женски, по-матерински, может быть, какую-то заботу проявить, да. Они приходят практически каждый день и делают то, что делают. Они изготавливают маскировку. Ну вот, непосредственно как раз и наш костюм в действии. Можно его просмотреть сейчас. Где он? Так, точно. Костюм действительно рабочий. Вот, девочки, еще раз покажу вам, как хорошо все получилось. Огромное большое вам спасибо. Дай бог вам всем здоровья. За ваше время потраченное на все это свободное. Большое вам спасибо. Из простого волонтерского движения летом 2023 года мы выросли в автономную некоммерческую организацию социальной помощи «Высота». Это люди совершенно разного возраста. В большинстве своем от 40 плюс и до 70 плюс и так далее. Наши волонтеры совершенно замечательные люди. Совершенно интересные люди. Потому что у каждого своя судьба, своя история, свой возраст. За плечами своя жизнь, какая-то работа. Волонтерское производство, оно занимает очень много времени. Это же материалы, это закуп, это отгрузки, это погрузки, это акты приема-передачи. Это просто с людьми связаться, увязать какие-то моменты. Это занимает очень много времени. Ребята мне дали позывной. У меня есть позывной. Это луна. А почему луна? Потому что они мне писали поздно ночью. Даже у них это было поздно ночью. То есть 12 час ночи. Разница 4 часа. У нас это 3, 4, 5 часов времени. И вот это луна. Ночь, луна. И они мне дали такой позывной. У нас был открытый урок в одном из институтов города Барнаула. И на открытый урок пришел боец. Мы с ним тогда увиделись первый раз, познакомились первый раз. И один из студентов мне тоже задал вопрос. «А зачем вы это делаете? Зачем вы помогаете? Зачем вам это нужно?» И вот здесь вот стоит боец этот, да, и у него просто наворачиваются слезы вот от таких слов. А как не помогать? Это наши ребята. Это наши воины. Это наша страна.